Лето 2012 года казахстанцы запомнят надолго. Оно выдалось обжигающе горячим. Планеты сошлись так, что на юг страны обрушился зной засухой. Алматы впервые за свою новейшую историю оказался в кольце пожаров. Всю страну обошла фотография сгоревшей в ботаническом парке Белочки. Природные аномалии как будто будоражили умы и сердца. А в южной столице в течение всего двух месяцев произошли массовые убийства, убийства полицейских, самоподрывы, теракты. Что это? Роковая цепь случайностей? Совпадения? Результат изменения климата, когда каждое лето становится все жарче, а зимы холодней? Или системные сбои в обществе, которые не имеют никакого отношения к природе? Лето 2012-го алматинцы запомнят надолго. Жара, засуха, кольцо пожаров. И в довершение, как будто природные аномалии сказались на психике людей, массовые самоубийства, перестрелки, теракты. Лето 2012-го запомнится всем, как самое жаркое и душное лето за последние годы. Самая большая потеря – пожар в знаменитом, любимом месте алматинцев – урочище Медео на горе Мохнатка. Всемирно известный каток в одной части превратился в зону чрезвычайной ситуации. Тяжесть тушения пожаров, во-первых, была то, что сильный северный ветер был, который повлекло к быстрому распространению пожара. И пожар начался ночью, а тушение таких горных пожаров затронет с тем, что мы не можем сразу приступить к тушению пожаров в ночное время. Едкий дым с гор усугубил положение города. Неомываемого дождями почти все лето. Смок от пожара накрыл верхнюю часть Алматы. Запах гари чувствовался даже в домах. Скорая помощь едва успевала принимать вызовы. С утра дым начался, пепел на окнах у нас, на подоконниках пепел лежал с утра. Ну и дышать, конечно, тяжеловато, потому что дымом очень сильно пахнет. Как выяснилось, пожар на горе Мохнатка был не природной катастрофой, но техногенной. Катализатором послужили поваленные деревья, оставшиеся на территории парка после прошлогоднего урагана. Если бы не было деревьев, то меньше было бы чему сгореть, но площадь от этого не меняется. Я сразу могу вам сказать. Пожар на Медеу стал самым крупным пожаром за последние годы в Алматинском регионе. Огонь мгновенно охватил почти 80 гектаров. Чиновники пеняли на жару, засуху, сильный ветер и туристов. Но отрицали свою вину. Пожар возник в том месте, где был уже очищен от ветровала. И учитывая, что здесь такая активная туристическая зона, очень много людей здесь. И, скорее всего, это будет человеческий фактор. В Минсельхозе ущерб оценили в 388 миллионов тенге. Но экологи считают эту цифру заниженной. Хотя бы потому, что на восстановление леса потребуется как минимум 50 лет. Будет лесовосстановительная работа, будут противоэризионные работы. Это будут высаживаться хвойные породы деревьев, лиственные породы деревьев. Но полностью сейчас будет разрабатываться проект. У нас есть организация «Гипролесхоз», который занимается проектированием. И какие породы надо высаживать, вот эта работа будет вестись. Как ни странно, но синхронно с пожаром на Медеу в Алматы загорелись ботанический сад со своей уникальной растительностью и район аэропорта. Причиной большинства пожаров специалисты объявят аномальную погоду. Сильную жару Казахстану предрекали еще в начале лета. И предупреждали о ее опасностях. Хотя что есть аномалия в наше время, сказать трудно. С каждым годом температура летом становится все выше, а зимой все ниже. Сейчас по всей Земле идет изменение климата. На полградуса сейчас везде поднялась температура, а кругом идут уже большие катаклизмы. Тунами, трясения и прочее. Каждый день мы видим, что происходит. Наводнение и прочее. Но эта проблема будет еще усиливаться. Если на первых саммитах, кстати, говорили о трех градусах повышения, после чего температура Земли, после чего наступит точка невозврата, что ли. То есть начнет человечество и все остальное вымирать. А сейчас уже говорят о двух градусах. То есть ситуация ухудшается. Резкоконтинентальный климат приобретает угрожающую резкость. И к этому надо быть готовыми. Весна и лето 2019 года характеризовались повышенным фоном температур и низким качеством осадков. Средняя температура воздуха повсеместно была выше нормы на 1,5-2 градуса. И превышалась средняя температура 2011 года. Пожар стал чрезвычайной стороной жары. А вот пыльная завеса над городом стабильно висела весь сезон. Жители выходили из дома в марлевых повязках. Многие жаловались на плохое самочувствие и затрудненное дыхание. В 12.30 был ветер сильный. Мы не знали сперва. Потом посмотрим, белый. Везде пыльно, дышать невозможно. Дышишь, но всё равно как-то не так. Что-то давит к сердцу и не понимаешь, что такое. Прогноз был дождь, гроза. Была пыльная буря. Дождя нет. Воздух в Алматы стал ещё грязнее. Содержание в атмосфере опасных оксида углерода, диоксида азота, фенолформальдегида превысило норму. И осень, по словам специалистов, не принесёт большого облегчения. Осень, по нашему прогнозу, тоже будет засушливая. Сентябрь, октябрь дожди начнутся, начиная с ноября месяца. Средняя температура в сентябре-октябре месяц составляет 25 градусов, местами до 33 градусов. Ночная температура опускается до 15-17 градусов тепла. Жара в общую ситуацию, что ни день добавляли чрезвычайные происшествия, уже не с участием природы, но людей. Аномальная засуха, пыль, как будто способствовали росту агрессии и насилия. Психологи не сомневаются в связи этих явлений. У 1-2% людей наблюдаются психологические расстройства. Увеличивается чувство тревоги, что приводит к росту самоубийств. Но существует ли связь между погодой, общей нервозностью и уровнем преступности, никто однозначно ответить не может. Как бы то ни было, лето 2012-го стало жарким и для силовиков. Это пожар в поселке Таусомалы. Сгорел дом, на месте происшествия обнаружены 8 трупов. По официальной версии, причиной взрыва и пожара стал подрыв самодельного взрывного устройства. На пепелище полиция обнаружила оружие, полицейскую форму, религиозную литературу и компоненты взрывных устройств. Перестрелка была до этого, как и взрыв, и все. Уже боюсь жить, даже в мирное время такое происходит, девушка. А еще сразу же не только мне, а каждому, наверное, тем более на этой улице поживет. По одной из версий, бомба, взорвавшаяся в пригороде Алматы, предназначалась главе государства. В эти дни президент посещал урочище Ушканыр. Возвращаться в Алматы он должен был по единственной трассе, которая проходит через Таусомалы, в 50 метрах от взорвавшегося дома. Еще одно массовое убийство, подрядшее в страну, произошло как будто бы в насмешку на лоне природы, на лесном кордоне. 12 трупов, среди них дети и старики, были обнаружены в Оксайском ущелье. Все погибли от ножевых ранений. Кто там был, рассказывают, конечно, там кадры просто ужасные. Все тело истыкано, все исполосовано, все орудовали ножом, холодное оружие, то есть никакого огнестрельного, ничего не было. То есть расправиться так, ладно, там с бабушкой 70 лет, это еще понятно, но там были здоровые мужчины, которые были физически очень здоровые, крепкие. Я вчера разговаривал с одним из родственников, он говорит, мой брат там спортсмен, с ним справиться было практически там нереально. Убийство не раскрыто. Более того, в обществе не могут понять, кому понадобилась такая демонстративная жестокость. Хотя надо признать, казахстанцы понемногу к ней привыкают. Чрезвычайная ситуация не может продолжаться слишком долго. Ее либо гасят, либо она становится привычной повседневностью. Именно это, а не сгоревшая гора Мохнатка, стала самым тяжелым последствием засухи 2012-го. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...